Привет, друзья! Впервые за много лет это будет видео про моё утро. Я наконец-то решилась его заснять. Чуть позже расскажу, почему решилась. И многие думают, что только им тяжело вставать. Нет, вообще нет. Просто вспоминается детство и моменты, когда «Мам, нет, мне ко второй! Я ещё посплю». Но тут приходит кот, и он на самом деле меня спасает, потому что он меня поднимает очень хорошо и эффективно. Но на самом деле он просто хочет есть, поэтому попробуй только скажи этому негоднику. Нет, да, нам придётся встать. И мы идём пить воду. Мы с котом знаем, что очень полезно по утрам пить хладную чистую воду, перед тем, как начнёте пить чай, кофе и так далее. Поэтому желательно стакан чистой воды из фильтра. У нас встроенный в кран фильтр. Это очень удобно. И да, не просто на самом деле выпить с утра целый стакан, но это нужно. И теперь можно идти в ванную, делать уход за кожей. И у нормальных людей он начинается с умывания, но я много раз рассказывала, что я не умываюсь по утрам. По крайней мере, стараюсь этого не делать. Нам понадобится два ватных диска. На первый мы наливаем мицеллярную воду какую-нибудь мягкую. Далее убираем с помощью тоника остатки мицеллярной воды. Далее эссенция. Эссенция это мой любимый шаг. Это увлажняющая вода. Очень лёгкая текстура с витаминами. Она подтягивает, она напитывает кожу, хорошо готовит к макияжу. Наносим прикладывающими движениями, обязательно не забываем про шею. Далее уход за бровями. Я наконец-то снова взялась за отращивание бровей. Наношу сыворотку таким втирающим движением. И после этого наношу масло на Т-зону. Многие спрашивают, когда же наносить масло в своём уходе. Я считаю, что перед кремом, но после эссенции. Масло для комбинированной кожи у меня от Бобби, про которое я много рассказывала. И именно прикладываю на Т-зону. Оно как раз-таки для жирной комбинированной кожи поросужающее. И мой лайфхак, моё ноу-хау. Я люблю крем для век наносить с помощью ненужной кисточки. Таким образом абсолютно не растягивается кожа. И нанесение максимально лёгкое и ровное. И теперь увлажняющее средство более плотной текстуры. Это Нуриш от Бобби. Тоже про него рассказывала. Всё ещё аппликативные прикладывающие движения и слегка массажные. Это помогает коже пробудиться. Это помогает бороться с отёками. Пока эта текстура сохнет, как раз можно почистить зубы. И если вы думали, что это всё, то нет. Ещё будет SPF. У меня бежеватого оттенка SPF. Не высветляет кожу, так как я сейчас слегка загорела ещё. И теперь можно завтракать. Поработать немного и только потом наносить макияж. Заглаживаем, затискиваем кота. Ну, во-первых, он меня сегодня очень-очень рано разбудил. Ну, во-вторых, он просто нереально сладкий. Его нужно загладить. И теперь идём мыть руки и готовить яичницу. Мой стандартный завтрак — это яичница. Ещё я люблю такую штуку, как кутап с зеленью. Это что-то вроде зелени с лавашом. И теперь я вношу последние коррективы в предыдущее видео, которое я обрабатывала вечером. Осталось только немножечко сделать переходов. И напоследок я оставила цветокоррекцию. Пока под завтрак я отсматриваю, угораю с наших с марком перлов. И да, чтобы сделать цветокоррекцию, я совсем забыла про очки. Да, я очкарик, у меня плохое зрение. Доделываю. Иногда даже не только утро, но и весь день так проходит. Я и завтракаю, и обедаю, и ужинаю под какое-то видео, если очень сложный монтаж. Так что знайте, что блогерам быть на самом деле тяжело. Когда обработка завершена, можно посмотреть сериальчик. Надеюсь, что многие посмотрели по моему совету немецкий сериал The Dark от Netflix. И в этот раз я вам очень-очень-очень советую шикарный сериал. Большая маленькая ложь. Отличные актеры, потрясающий сценарий. Всё очень интересно, очень-очень советую. И да, теперь можно добивать кофе, помыть спонж и краситься. Но чтобы знать, какой сегодня подойдёт макияж, нужно сначала решить, что будем носить. Я выбрала одежду. Я сторонник того, чтобы дома ходить в чём-то симпатичном, не ходить в трениках. Мне кажется, что это очень помогает для самооценки. Ну и самодисциплины. И да, очень жарко. Можно наконец-то макияжиться. И это видео я снимаю не случайно, потому что у меня большая радость. И на создание этого видео, на самом деле, меня подбил, можно сказать, бренд Буржуа. Потому что они предложили мне быть амбассадором линейки Healthy Mix в России. И прям я, когда начинала, я не думала, что когда-нибудь это может случиться. И это просто такая моя осуществившаяся мечта, на самом деле. Это любимый тон моей юности. Но сегодня я буду использовать не обновлённый Healthy Mix, а новый BB крем. Пробую оттенок. Первый цвет подходит для светлой розоватой кожи. Второй цвет, чуть желтоватый, это мой не загорелый вариант. И третий цвет, это прям загарный. Как вы поняли, сегодня я буду мешать загар и второй. Чуть больше добавляю загарного цвета, троечки, чем двоечки. И наношу слегка на центр и буду растушевывать спонжем. Интересно, что классический Healthy Mix и обновлённый тоже, он слегка сияющий. Такой вот свеженький эффект, даёт чуть влажной коже. Но BB крем при этом даёт эффект очень натуральный, но он достаточно близок к полуматовому. То есть больше подходит для комбинированной и жирной кожи. И как раз-таки у меня, в общем-то, комбинированная. И мой лайфхак. Я буду наносить праймер только на лоб, потому что у меня там есть морщинка, потому что у меня там более расширенные поры на данный момент. И наношу также на центр щеки этой зоны, где у меня есть неровности. На всё остальное я не наношу праймер, и только потом я заканчиваю нанесение тона. Для меня это самый классный, самый актуальный вариант. И не забывайте обязательно растушевать хорошо в конце именно краевую, растушевать тон на ушки и шейку. И мы переходим к консилеру. Я беру самый тёмный оттенок, который есть в линейке. Консилер — это новый продукт, которого раньше не было. Как и во всех остальных средствах, здесь добавлены витамины. Кстати, перезапуск моего обожаемого Healthy Mix связан с тем, что текстуру слегка изменили. Она стала более кремовой, нежели гелевой, но остался прежний светящийся финиш. Осталась натуральность покрытия, но добавили витамины и разные полезные ингредиенты. И линейка расширилась ещё аж тремя новыми цветами. И мы фиксируем также более светлой пудрой. Только Т-зону я выбрала также Healthy Mix пудру в оттенке номер 2. Далее я использую румяна. И самый первый цвет, с которым я начинаю, — это персиковый. И я его выбрала специально, потому что он называется Healthy Mix. И он действительно даёт очень свежий такой эффект. Мне хочется, чтобы этот макияж у нас был очень-очень-очень румяным. И поэтому я перебарщиваю с румянами изначально, когда наношу персиковое. Дальше наношу на центр того, что только что сделала, розоватая румяна. И после этого я вживляю весь оттенок в кожу с помощью спонжа. Далее от Kika — это бронзер-хайлайтер, такое что-то среднее. Он чуть-чуть темнее оттенка моей кожи, но даёт красивое сияние. Наношу его по периферии лица и на скулы. И также наношу его в качестве теней на веки. И я думала, что я обойдусь без классического хайлайтера, но нет. Всё-таки я полезла его искать, потому что нет, невозможно без него. Над верхний губой, на внутренние уголки глаз и на серединку подвижного века наношу. Ну и, конечно же, на зону хайлайтинга. Надеюсь, что когда-нибудь у пружуа будут ещё и хелфи-микс хайлайтеры. И теперь переходим к бровям. Я выбрала гельные брови российского бренда Be Special. И хорошенько укладываю, раскладываю брови, делаю пушистее. Потом перехожу к карандашику от Maybelline. Это средний оттенок в линейке. И я прорисовываю нестающие волоски. И сейчас я брови ношу более натуральными, чем обычно. Вот мне захотелось перейти на такую более лёгкую технику. И многие меня спрашивали, как же сейчас я оформляю брови вот так вот двумя продуктами. И хорошенько вычесываю в конце оба средства, и всё становится натуральней. Дальше наношу бальзам-карандаш с лёгким оттенком. И добавляю капельку прозрачного блеска. Свежий макияж в стиле хелфи-микс готов. Я подумала и решила, что мне нужно капельку-капельку межреснички. И её я делаю с помощью маркера для бровей, на самом деле. Потому что у него очень нежный оттенок. Вот такой вот макияж. Это мой ежедневный макияж, если мне куда-то нужно действительно хорошо выглядеть. Типа там работать, где-то посниматься и так далее. Но часто повторюсь, что у меня вообще нет никакого макияжа. Надеюсь, что вам понравилось. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok